За последнее время сотрудниками полиции было выявлено и закрыто несколько мест на территории города, где продавали курительные смеси и куда был постоянный поток молодежи. Владельцам данных торговых площадей было выдано предписание в трехдневный срок демонтировать киоски самостоятельно. В противном случае это будет сделано силами администрации. Не дожидаясь, пока администрация подключит тяжелую артиллерию, владелец торговой точки на предзаводской площади, где ранее продавались курительные смеси, принял решение демонтировать киоск самостоятельно. Как признается Василий Кобелев, он сдавал торговую площадь в аренду и о том, что здесь продают, не знал. Я, конечно, категорически против всех этих спайсов. Я сам не курю, вообще не курю. То есть курил, но бросил. Этого нельзя. Тем более, я знаю, что у меня два сына, они рукопашники. Один преподает. Они сегодня выступили с инициативой, что спортсмены за город без наркотиков. Сами по-своему они этих мальчиков наказывают. Но я считаю, что правильно делают. В нашем городе не должно этого быть. Напомним, что нормативного акта, законодательно запрещающего продажу спайса, сейчас в России нет. Но в данный момент идет правовая оценка будущего документа, который развяжет руки наркополицейским и официально поставит торговцев на нелегальное положение. А пока одним из способов борьбы с распространением курительных смесей избран демонтаж ларьков и киосков, которые зачастую стоят на городской земле нелегально, без наличия разрешительных документов на торговлю. Мы убрали киоски. Я всех призываю не пускать в эти киоски, у кого есть торговые точки, а по возможности убрать. Беднее вы от этого не станете, а город станет лучше. И дети наши будут здоровее. Валентина Доморадская, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.